Всем привет! Это видео об операционной системе Windows 11 и в нем я вам расскажу, как устанавливать Google Play или Play Market и вообще любые файлы формата APK на компьютер. То есть приложение под Android у нас будет с вами спокойно запускаться и работать в операционной системе Windows 11. И для начала мы с вами должны подготовить наш компьютер Windows 11 для установки необходимых файлов. Первое, что мы должны с вами сделать, это включить виртуализацию на нашей системе. Для этого мы нажимаем на кнопочку «Пуск», открываем «Параметры», здесь переходим в раздел «Приложения» и открываем раздел «Дополнительные компоненты». Здесь спускаемся в самый низ и в разделе «Сопутствующие параметры» открываем «Другие компоненты Windows». Здесь нам нужно будет включить все, что связано с Hyper-V разделом, это раз. Обязательно проверьте, чтобы все подразделы также были включены. Спускаемся вниз и нам также нужно будет включить платформу виртуальной машины. Также могут существовать различные модификации этих названий для включения виртуализации. Вверху по ссылочке вы видите мое видео, где я подробно рассказывал, как включать виртуализацию у вас на компьютерах. Я нажимаю кнопочку «Ок» происходит поиск требуемых файлов, далее применение изменений, ну и после этого нам обязательно нужно перезагрузить компьютер. Нажимаю кнопочку «Перезагрузить сейчас». После перезагрузки нам нужно будет включить режим разработчика в системе. Для этого нажимаем на кнопку «Пуск», переходим в «Параметры», дальше открываем раздел «Конфиденциальность и защита» и здесь подраздел «Для разработчиков». Здесь в разделе «Режим разработчика» нужно будет включить эту галочку и нажать кнопочку «Да». После этого режим разработчика у нас будет запущенный. Далее вам нужно будет скачать и распаковать три файла. Первый файл это ADB, в том числе и драйвер для Google Play. Также нам нужно будет скачать файл WCA Package и файлик, который называется «Кернел». В описании под этим видео будут ссылочки на все три этих файла. Давайте с вами разберем, как выглядят эти ссылочки. В браузере у меня уже они все открыты и WCA Package выглядит таким вот образом. Нажимаете кнопочку «Скачать», весит он около 800 мегабайт. Далее файлик «Кернел» совсем маленький, 16 мегабайт. Также нажимаете здесь «Скачать». И последний файл, который называется «ADB». Здесь вам нужно будет по этой ссылке спуститься в раздел, который называется «Download Version 1.4.3». И здесь по этой ссылочке скачать этот файл. Итого у нас будет с вами три этих файлика. Также я скачал для проверки еще и файлик АПК, который мы с вами просто установим, как отдельное приложение под Android. Далее мы распаковываем эти архивы. Извлекаем прямо сюда в папку и устанавливаем программу «ADB». Здесь мы нажимаем «Y», соглашаемся. Снова нажимаем «Y», соглашаемся. Программа нас спросит, нужно ли устанавливать драйвер. Мы тоже соглашаемся с этим. Здесь нажимаем «Далее». И теперь готово. Итак, эта программка у нас установлена. Переходим к распаковке следующего файла «WCA». Также извлекаем все файлы в папку. И далее нам вот этот файлик «Кернл» нужно будет перенести в эту распакованную папку. То есть открываем ее и прямо сюда вставляем данный файл. Дальше нажимаем на кнопочку «Пуск». И в поисковике вводим «PowerShell». «Windows PowerShell» вот он находится. Правой клавишей мышкой на нем нажимаем. И нам нужно его запустить от имени администратора обязательно. Дальше набирайте команду, которая называется «SD». И после этого нам нужно будет перейти по пути в эту папку. Для того, чтобы быстро это сделать, нажимаете на этой папке правой клавишей мышкой. И выбираете раздел, который называется «Копировать как путь». Переходим обратно в Windows PowerShell и вставляем этот путь. Нажимаем клавишу «Enter». Итак, в PowerShell мы перешли в данный раздел. После этого нам нужно будет вставить в следующую команду. В описании под этим видео я обязательно дам ссылочку на данную команду. Нажимаем клавишу «Enter». Как мы видим, PowerShell заругался, что у меня данного пути не найдено. Дело в том, что я обратился не к папке, которой надо, а к более верхней, к родительской папке. Соответственно, мне нужно дать ссылочку на эту папку. Поэтому я копирую здесь как путь. Снова запускаем команду «CD» и копируем уже правильный путь к нашему каталогу. Нажимаем клавишу «Enter». И снова запускаем нашу команду. Нажимаем клавишу «Enter». Происходит распаковка данной программы. И теперь, если вы нажмете на кнопочку «Пуск», то, как вы видите, у меня будет Windows Subsystem for Android. То, что нам надо. Нам ее нужно будет запустить. Запустив ее, обязательно нужно будет включить режим разработчика. И далее «Инициализировать файлы». То есть нажать на эту кнопочку. Здесь нажимаем «Continue». И произойдет «Инициализация файлов и запуск Windows Subsystem for Android». Итак, «Инициализация» произошла. Значит, данный каталог у нас абсолютно пустой с вами. В принципе, его можно уже закрывать, как и Windows Subsystem for Android. Тоже можно закрыть. Теперь, если мы нажмем на кнопочку «Пуск», мы уже сами увидим Play Store. Отлично. Запускаем его. Но, если я теперь попытаюсь войти, то есть залогиниться в Google Play, у меня ничего не произойдет. И нам нужно будет эту ситуацию как-то решить. Для этого мы скачивали и устанавливали программу, которая называется «ADB». Переходим в диск «С», то есть в ваш системный раздел и в каталог, который называется «ADB». В этом каталоге мы с вами инициализируем командную строчку. То есть я остановлюсь в строку «Поиска» и ввожу команду «CMD». Запускается командная строка именно в моей папке. Далее нам нужно будет запустить с вами ряд команд для того, чтобы пофиксить эту ошибку. В описании под этим видео будут даны все эти команды. Первая команда называется «ADB Connect» и указывается в ваш IP-адрес. Какой в данном случае IP-адрес нужно указать? Нажимаем кнопочку «Пуск», запускаем Windows Subsystem for Android и копируете вот этот вот адрес. Я здесь нажимаю кнопочку «Копи» и вместо IP я вставляю этот адрес именно из программы WCA. Нажимаем клавишу «Enter». Как мы видим, все хорошо. Порт у нас открылся. И запускаем следующую с вами команду, которая называется «ADB Shell». После этого мы запускаем с вами режим супер-юзера. И последнюю команду, которую мы с вами должны ввести, называется «Set Enforce 0». После этого давайте попробуем с вами запустить снова Play Store. Нажимаем «Sign In» и как мы видим, происходит загрузка. И далее мы с вами должны ввести email-адрес от нашей учетки в Google. Вводим имя почты. Вводим логин. Соглашаемся. Окно Play Market у нас свернется. Нам снова нужно будет запустить Play Store. И как мы видим, у меня запустился Google Play на компьютере. Можем попробовать установить любое приложение. Давайте, например, установим Sudoku на компьютер и нажмем кнопочку Play. То есть, как вы видите, приложение спокойно у нас запускается через Google Play. Теперь давайте разберемся, как же устанавливать любые Android-приложения не через Play Market, а скачанные из интернета. Предположим, мы уже скачали приложение из интернета с расширением APK. Как же его установить на наш компьютер? Для начала мы должны зайти с вами в знакомую уже папочку, которая у нас на диске C расположена. И запустить здесь командную строку. То есть, я прописываю CND. Открывается у меня командная строка. И здесь я должен снова подконнектиться к IP-адресу, который у меня прописан в WCI. Копирую этот IP-адрес и вводим команду adb.connect и вставляем этот IP-адрес. Так как у меня уже подконнечено к данному IP-адресу, этому порту, то мне как бы командная строка говорит о том, что я подключен. Если же нет, оно вас соединит. Далее мы должны с вами прописать команду adb и вписать install. И здесь уже дальше через пробил прописать путь к нашему APK-файлу. В данном случае я уже его заранее скачал. Вот он у меня есть. Мне нужно будет просто прописать к нему путь. Я копирую путь к этому файлу и вставляю его в командной строке, нажимая клавишу Enter. И через какое-то время у меня произойдет установка этого файла на мой компьютер. Как мы видим в Success, теперь я могу нажать на кнопочку пуск. И я уже вижу в рекомендуемых приложениях эту программу, которую я установил. Попробуем ее запустить. Как мы видим, запускается все отлично. То есть это обычная Android-игра, которую я скачал из интернета напрямую в операционную систему Windows 11. На этом у меня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч!